Здравствуйте, добро пожаловать в наши ежедневные уроки Торы. Недельная глава Бэгар. Слово Бэгар это значит на горе. И начинается глава с того, что главу дали на горе Синай. Раша задает уже сразу вопрос, при чем тут гора Синай, почему это подчеркивается. И Раша говорит, что показывается, что всю Тору, все моменты Тору, каждую главу дали именно на горе Синай. То есть не писатели написали, не Моя Шарабейна написал, все, что в этой книжке у нас есть, это все нам дали на горе Синай. Задается другой вопрос, почему в этой главе это написано. По идее, надо было в самом начале книги написать, эта книга была дана нам на горе Синай, в самом начале книги написать. То есть из этого слова, поскольку глава так названа, мы видим, что именно в этой главе есть что-то очень фундаментальное и важное. Поскольку в этой главе, именно в этой главе, сама глава на самом деле сравнительно короткая, 57 стихов. Именно в этой главе, если подчеркивается, что вот она была на горе Синай Дана, значит в этой главе заложено что-то очень фундаментальное. У меня был знаком, он родом, его семья была с Кавказа. Он говорит, вы знаете, вот отсюда мы видим, что все мы горские евреи. Видите, подчеркивается, что гора, да? Но именно в этой главе это почему-то подчеркивается, что все мы горские евреи. Теперь можно разные моменты в этой главе найти, которые действительно важны. Я хотел восстановиться. Это 55 стих. Написано, что «Ибо мне, сыны Израиля, рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской». После, в самом конце, поближе к концу, то есть сначала рассказываются законы Шмиты. Кстати, символично, сейчас у нас седьмой год, законы Шмиты сейчас есть, другие законы, законы. «Ибо мне, сыны Израиля, вы мои рабы, я вас вывел из Египта». То есть логично, я вас вывел из Египта, из рабства, теперь вы перешли ко мне, ставите вы моими рабами. Теперь, если вы, понимаете, вы, представьтесь, я делаю семинар, хотят познакомить людей, которые далеки от иудаизма, с иудаизмом. Я бы этот семинар не называл, знаете, евреи-раб божий. Боже, оно как-то звучит, знаете, начинают тут говорить, что все мы. Это слово вообще раб божий плохо, как-то, ну, нехорошо звучит. Поэтому я буду говорить, я буду говорить «эвэдэшэ». На святом языке оно лучше звучит. Это дословный перевод. Эвэдэшэ. То, что называется раб всевышнего. Но само выражение вообще рабства, слово рабство, обычно у всех нормальных, интеллигентных людей ассоциируется с чем-то очень плохим. Официально ни в одной стране мира, конечно, никого рабства сейчас нету и так далее. Хотя разные слуги ходят. Сколько в мире, на самом деле, по-статистически, сколько есть всяких рабов. Но слово рабство ссоциально ссоциально с чем-то очень плохим, с каким-то нехорошим. Уже более чем 150 лет назад в Америке, на Руси отменили крепостное право. То есть это что-то очень плохое. Поэтому, когда нам здесь Тора говорит в этом предложении, что все мы рабы, это только одно предложение. Люди обычно стараются его как-то быстро прочитать, вздохнуть. Ну, понятно, конечно, это может быть это образно. Я все-таки хотел рискнуть, если ты можешь сказать, посвятить все-таки уроку вот этому. Кому же мы такие рабы, как это объяснить? Я не стараюсь, еще цель этого урока не кого-то убедить, переубедить, что-то кому-то доказать. Я понимаю, что этот урок слушают люди разные, люди, которые почти все соблюдают. Все соблюдают люди, которые хотят все соблюдать. Люди, которые ничего не соблюдают, люди, которые нечаянно не на эту клавишу на компьютере нажали. И теперь они меня слушают. Я надеюсь, что слушают меня все. Как говорил Остап Бенде, вы не в церкви, вас не обманут. Я просто хочу рассказать, просто поделиться информацией. И чтобы те слушатели, которые меня до конца дослуживают, просто подумали, что же действительно здесь происходит. Рабы мы, не рабы. Интересно, что в молитве, в Маре, мы говорим, очень интересную фразу, мы говорим, что Всевышний, это написано, что в Йойце эсаму Всевышний вывел народ свой, лэхэйрус ойлум, на свободу вечную. Не просто вывел на свободу. Хэйрус ойлум. Хэйрус это свобода, и ойлум это навсегда. Так в Маре мы говорим, что все-таки Бог нас освободил. Бог вывел нас на свободу. Ровно месяц назад, месяц один день, в Пейсах, мы в Пейсах отмечали, вчера было только Пейсахшэн, месяц назад мы отмечали Пейсах. Когда мы пили второй бокал, мы сделали тост. На первый бокал мы сделали кедуш, на второй бокал мы сказали, «Броху гоал исроил», там мы написали, мы сказали, что вывел нас из рабства на свободу. В этой брате вот этот тост был, что вывел нас из рабства на свободу, гоал исроил. Мы подчеркиваем, что мы, да, свободные люди. У евреев есть очень две знаменитые распространенные фамилии. Один из таких самых распространенных еврейских фамилий – это Фридман. Что такое Фридман? Фридман на самом деле, на английском «фридом», на немецком «фрай», «фрай» – это свободный. Да? Даже у современных евреев, на «гидыше» человек, который нерелигиозный, его называют «фрай», он свободный. Человек, который религиозный, он хабб фрум, а из которого не реагировали, он свободный. Так в Фридман евреи, очень многие евреи брали себе фамилию Фридман, свободный человек, защищенная еврейская фамилия Либерман, что Либерман тоже, в либерте, все статуи свободы, статую об либерте. Так две еврейские фамилии, стандартные еврейской фамилии, Либерман и Фридман. евреи мы мы хотим чтобы свободно и получается вот либо вместе знаменитые люди с такой фамилией политические деятели до либерман и так его фамилия начинаешь либерман все фамилию свободный человек на самом деле между разница есть между фридман или freedom на самом деле это человек который просто свободный либер выборе это освобождение самом деле статую свободы если бы дословно перевели на русский и она была на самом деле назвать статую освобождение люди были в рабстве люди были в плохих странах и теперь их освободили так теперь мы видим вернемся к евреям то есть евреи на самом деле мы да свободные люди в марим это говорим и подчеркиваем надо разобраться мы да борт авдей лаки мы до стали рабами всевышнего и все-таки мы стали свободными людьми и мы это подчеркиваем этим гордимся шим и фридом и и и и так далее теперь для того чтобы понять что происходит на мой взгляд на сначала понять что такое рабство и что такое бы человек свободный интересно что моиша робейн моисей он написано когда мы говорим шаббас мы молимся написано не смог моешь его манасхал свободная молитва мы говорим что моисей обрадовался своей долей если мышь бат насхалом радовался своей доли потому что киевет его бог назвал рабом с моиша гордился и радовался что всевышний назвал его эвит написано в 1 мать и мощи гордиться что его назвали эвит 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 аша теперь моиша только помощь рабей написано что мрамом пишет что любой еврей на самом деле может достичь уровня мощь рабей смочи рабейн это самый 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 то есть человек то есть рожденный человек не не ангел что может достичь своей жизни самый дядь сарь соломон был самый умный муж ухохом и голодом то что человек может живой человек достичь макс максимум это был мощь рабейн поэтому рама пишет что вы знаете любой еврей можно сейчас уровня так самый самый куда мы равняемся и вот этот мощь рабейну на которого мы все смотрим на котором мы равняемся он гордился и радовался что всевышний зал в этот не может что-то очень плохое если мощь рабейна можем что-то не понимаем здесь нужно что-то разобраться если вот этот мощь рабейну которого бромбом нам сказал всем равняться и стараться и так далее интересно у рамбом и на могиле написано что от моиши домой еще не было такого мощь интересно что у рамбом на могиле такими рамбом назвали моиши моиша моим мамин так он таки написали на его могиле он таки достиг но мы это равняемся и моиши рабейну был эве дешем надо просто разобраться что такое рабство что такое эве дешем что такой свободный человек что такое освобожденный человек если мы посмотрим что такой человек чем сейчас отличается от животным возьмите например всякие курицы курицы живут на ферме они живут не свободно не там курятники сидят курятники всю свою жизнь опять-таки никто у них интервью не брал может если вы цели у них интервью не может сказать но по идее они не не сильно мучаются там сидят кушают там да все в порядке животный человек если взять здоровый нормальный человек ему сказать мы тебя будем комиссию что хочет что-то хочешь закажите пожалуйста это называется домашний арест это называется домашний арест это тюрьма шкует тюрьма тюрьма среди не так-то плохо в израильских тюрьмах несколько лет назад арабы они сказали претензия что им дают косточки не будет виноград без косточек читал газете там арабские заключенные не предъявили ну претензию что им дают память виноград с косточкой с косточкой понимаете один зрели тянет и сианисты на них деньги экономят им виноград с косточками дают не могут нормально виноград понимаете то есть ну хорошие то если помните да если помните владимир ильич своей тюрьме там владимир личном чернильницы глотал с молоком тюрьма разная бывает но эта тюрьма чтобы домашний арест человек ему говорят ты можешь ходить мы тебя даже будем кормить не будем дать виноград с косточками с косточками но ты сиди здесь это называется тюрьма еще к страдать почему потому что это очень шапинка с привода интересную вещь и мора приводит что когда всевышний создал 1 адама решен написано что он был величиной от одного края мира для другого на коц и лакоц он с одного то он согрешил его как бы всевышний уменьшил если дословно понимать ту гемору тяжелый геморр если дословно понимать так где же ну как-то с физическим вот физически такое огромное от одного края мира и до другого и и и так держи же и животные были герси остановил как общее вам объясняю что имеется ввиду что его желание быть это везде он мог смотреть он мог видеть а мог себя чувствовать он был не был физически таким огромным но его желание хочет быть везде и моего дети любой человек нормальный ему хочется ему хочется свободу хочет везде побывать ему рассказывают ему рассказывают люди люди лезут на скалы плавают куда-то пещеры лезут за что куда не хотят везде побывать сейчас еще повезло сейчас еще телевизор есть да можно еще надо лес может средств удобно сидеть и люди хотят маленький ребенок маленький ребенок бегать прыгать и вы не усадишь если нам машина при его не хочет машине если посидите возле окна машина едет посиду окна и смотрит почему уж он чувствует что что-то происходит маленький ребенок взрослый ребенок человек хочет быть свободным имеется ввиду что он хочет быть куда он хочет куда он хочет идти где он хочет быть мы так созданы все вышли это не зависит евреи не евреи взрослый маленький мы так созданы и если у человека забирают эту возможность делать то что он хочет и бы где он хочет страдает него забирать его кладут какую-то пространству можно можно вот я тебе походить нельзя невыездный у нас было такое выражение выездные они могут мне даже в другую страну не ехать нет это когда у человека забирают человека если ему говорят домашнее ему делать домашний арест называется шум не свобод теперь если немножко на шаг вперед сказать получается что зависели зависит свобода и не свобода это не от наслаждения то есть приводится интересно что если человек его даже дают он раб на котором там про праву кота большого целях его одевают хорошо и кормят хорошо он ничего не может больше делать вот именно вот эта работа которую он должен делать он не может последний работа с каннлана я пошел отдыхать дает и кормят хорошо и поют хорошо все но он раб с другой стороны ребенок или взрослый человек это рапша порошим был раввинов во франкфурте он пишет что человек который носит всю жизнь всю жизнь тяжелые булыжники и камни но это дело потому что он так хочет делать он свободный человек рассказывать представьте себе вас заставят каждый весь день с утра до вечера людям это самое нагибаться людям мерять ноги надевать туфли снимать туфли ужас а люди это делать хозяин хозяин обувного магазина он это делает ему доставляет удовольствие может каждый каждый раз когда они покупают пару туфли это деньги правильно как-то как-то ну там свободный человек он он хорошо себя зарабатывает да и с утра до вечера со стороны посмотрите счастье все хорошо он это делает как свободный человек называется свободу если не дай бог наоборот он он обязан что-то делать даже ему хорошим это не свобода теперь будет посолом и определились что такое свободу более не меньше не свободу теперь когда евреи вывели языки в египте мы не могли мы мы должны были делать то что нам египтяне составляли нас тело потому вышли на свободу все теперь мы свободные люди теперь приходит все вышли и говорит представьте себя вы можете все что хотите я вас буду я вам бы вы можете все что хотите но только с условием что она вам не причинит никакой зла то есть примесать если там огромный кто-то поехал в объединенные арабские эмираты посмотреть на это высокие там это самый 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 высоких знать знаний мира и говорят я смогу я могу все что-то дохода хотите я заплатил кому надо я могу и куда хочу что хочу кратко круто здоров забираясь там на 73 этаж не а это сам заход открывает окно заходит на этот подоконник и его свободный человек его нему не дали прыгнуть 73 этажа сейчас мы забрали свободу да но театрически можно конечно поспорить да но на самом деле но он свободный человек если человек ему спасли жизнь есть человек который может делать то что он хочет но только то что ему полезно и хорошо и так далее это сказать что он порабощен где уже тяжело сказать мэдрич очень интересно из мэдрич прекрасно мэдрич мэдрич говорит моша ломадова доме кстати специаль царь взял себе раба и говорит смотри я те попрошу вот у меня тут целый там сундук монет вот пустая коробка пожалуйста ты уже мне пересчитать все эти монеты заодно я тебе буду платить по часам я тебе там даю 50 шекелей в час я тебя плачу пожалуйста считай сколько монет и все монеты которые считают что будет твои монеты хорошая работа да ему говорят и считаешь себе монеты тебе еще платят сказать так он когда человек это ради себя делает сказать что он не свободен мы не забрали свободу ему дел ему разрешают делать ради себя то что ему хочется если человек запрещает ему запрещая делать то что ему вредно когда я так не скажу забрать ему свободу если сделать рыбой знаете если взять рыбу в росте вовре и бы бросить рыбу брить вдоль как рыба в реке в воде правильно сказать но подождите теперь эта рыба не может выйти на берег не может да не может сюда рыба это называть для рыбы называется свободы вы не вы ним нельзя скажем ее утопили правильно вы теперь все бедная рыбка вот теперь в этом тихом океане да вот она хочет ну для нее для рыбы для рыбы называется свободный запомните рыбакива рыбакива когда знаменитый диалог рыбакива когда римляне сделали очень много запретов и сказали что евреи не могут чутор и евреи не могут это армия проезжал преподавать и он встретил одного еврея время говорит что уж ты делаешь так вот сказал смотри если рыба если бы не может выжить в воде что она должна выйти нас на сушу торр нас так как вода когда мы в то торо чем и как рыба в воде опять-таки скажу как бросает рыбу рыбу бросил рыбу вот скажу не утопил и забрал несу свободу это глупая неправда всевышний теперь всевышний если мы верим ему тоже поговорим если всевышний который все знают который у нас очень любит который сделал все эти чудеса в египте чтобы нас вывести оттуда которая пообещала евро мунице хуяка подчеркивается как у нас любит но из это привод на его дети мы его первенцы и так далее если выше нам давишь для тебя вот это хорошо для это не хорошо мы тогда понимаем это не поймем сейчас мы по это поговорить и он говорит я тебя достаю я тебя достаю из египта теперь может я тебе свободу я можете от любые митки можешь зарабатывать и можешь и может зарабатывать то что хочешь но если что я не хочу чтобы ты себе вред дел опять-таки сказать что с одной стороны мы теперь стали а в джм тогда теперь он нам ограничил он сказал что теперь нельзя кушать свинину не заработать в субботу нельзя вот да но если все эти вещи которые он нам говорит моим уверен что эти вещи которые нам какую-то страшную каста куда страшный вред несут или это может быть физический вред и это может быть духовными если наша душа от этого страдает потому что мы этого не видим то что же бред так если всевышний опять-таки всевышний который нас вывел из физического рабства когда мы не могли делать то что хотите но все тебе это может я что хочет а можешь служить может это место я не хочу просто я не хочу чтобы ты себе вредил я не хочу чтобы ты прыгался 73 этажа я тебя запретил это 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 человек с одной стороны получается мы стали полностью свободную с другой стороны да мы а в джм мы 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 служим всевышним и теперь начинается очень интересный момент до момента сначала надо поверить всевышним что у нас таки любят потому что тяжело помать и когда человек он он привык что-то кушать он привел как-то же это не за этой затем уговорящего это плохо ну как мне говорите в скаку ну вот я реально вот человек говорит что я вот работал в субботу я заработал вот эти деньги вот эти деньги но где что плохо деньги что-то хорошо если да и чем больше тем лучше правильно и то же самое с едой то же самое теперь если мы всевышнему верим если мы верим что есть и вышли мы его верим тогда тогда мы понимаем что как маленький ребенок маленький ребенок который думает что злой папа мама злой папа мама не разрешает я вот три шоколадки съел хотел четвертую скушать мама с поймала и там самое накричала ничего и жалко вот эти жадные родители ну вот у моих знакомых и мама папа все разрешают да и потом они опять-таки маленькие дети они нас не понимают да все все мы были маленькими детьми многие из нас столь из нас есть дети и внуки правнуки мы понимаешь и мои дети не понимаешь и мама и папа не дают шоколадку четвертую пятую шестую не потому что они жадны я в этом уже не не хотел уже не хотят они ради нас такси вышли иногда надо привык свежни по отношению к нам то же самое интересный пример я недавно слышал я слышал это вот мордахо и рубашка мордахо рубашка написал целую книгу в американса знаменитостью я в тюрьме выпустили не важно в книжке написано 4 с нами он летел один спешил он работа 33 часа своего дома и он опаздывал перед шопы идем кипуром и он взял вертолет на вертолет я на вертолете он разговорился с пилотом и это зачем это зачем да а зачем вот этот прибор логаешь этот прибор показывает или мы летим вверх и мы летим вниз так ремонт как засмеялся тебе нужен специальный прибор понятно что мы летим вверх или вниз так он говорит что сейчас просто все видно действительно видно но когда туманно или когда в тучи и самолет летит ты не видишь это не чувствуешь когда читали что когда израильский пилотом потерял летел с огромной скоростью и не помню подробности но вдруг он почувствовал что он не знает куда он летит он летит с огромной скоростью на этом самолете на военном самолете и эти прибор там какой-то прибор отказал и он летел и он с ужасом понимаешь или он сейчас наберет высоту и спасется или у нас это огромной скоростью сейчас врежется в землю и уничтожил летит такси вы ищем да мы умны люди внутри нужно что мы знаем мы знаем вы не будете рассказывать или свидетельства что хорошо что не хорошо я знал что хорошо нападение думать которыеancer что вкусно что невкусно вышел всевышний скоро да ты может думать что ты летишь ты летишь ты далеко полетишь там окажется zien потом аккуратно что мой при дом неправильно показывал ты думал что ты летишь вверх а потом к сожалению люди узнают что они летят эту сторону видно так все вещи просто нам сказал что иногда вы дети вы маленькие дети хорошо очень умно меня у вас все еврейские головы слава богу евреи все умные мы гордые мы самые самые умные самые но всевышний давайте расскажу как надо все-таки жить тут происходит следующий допустим я уже поверил всевышний я верю всевышний понимаешь тут начинается очень интересный момент поскольку я скид человек как любой человек я люблю покушать люблю поспать люблю отдохнуть пойти на пляж тогда возможно быть ситуация когда человек знает что для него хорошо но не можете заставить это сделал скажет история поисок он сказал очень интересную историю когда был один очень богатый человек и он очень жадный религиозный человек богатый очень жадным никто не ходил даже не собирать найти там если богатые люди к ним ходят с долгой собирать на ему кто не хотел сознание кого-то не давал да но никого ничего не давал и он состарился видно было что ему не так много осталось и один лавин пришел к нему чисто и опять-таки из хороших соображений много смотреть ты жизнь прожил никогда всю жизнь только звуку не давал давай сейчас очень многие люди особенно богатый перед смертью они там какой-то фонд открывает как будто бы шуй интересно обычно нельзя давать больше там 5 части и без начинать перед смертью может дать даже больше чем 5 часть потому же предсмерть он уже он идет далекое путешествие ему нужна помощь то его знаю что там будет поэтому перед смертью можно больше половины дать и так далее и пришел равен к этому богачу и искренне опять-таки я даже не уверен на свою какую-то ешиву собрали просто маска суши 20 правде в глаза я не так много осталось давай и он дал чековую книжку выписал человек и не помню 50 или 500 долларов в любом случае для него понимаете он дает муравейный человек вот давайте сделаем даже 500 до пятки человек кто там там у него было нулей столько и на не смотрит на этот чек и говорит там янкл я не знаю как его звук янкл куда ты их экономишь куда ты их что ты он говорит рэбэ он и даже сказал рэбэ у меня голова говорит что надо сердце говорит что надо рука не слушается он не мог он действительно реально перед смертью он так рэбэ он сказал рэбэ сердце хочет и голова ловить что надо я не могу застать я не могу выписать столько денег что он с этими деньгами будет знаменитый еврейский анекдот когда богатый человек перед смертью завещал что когда его похоронят все деньги положить в гроб все его деньги положили гроб завещание завещание дети со слезами на глазах не помещается денег слава богу много не помещается пришли к раввину он подумал знаете же выпишите ему чек смешно на же мы долго жили чтобы у нас было много денег правильно но человек иногда хочет быть хорошим он уже на следующий он уже он уже летит он fui вертолет и он знаешь каких-то на доверх узнаешь я бог папа бог знает что нам надо я хочу быть хорошим я не буду я заставить рой хорош когда люди я немного я хочу что-то скучать я знаю что не надо мне того же я хочу куда-то с кем-то поговорить а знаешь я не надо не с ним разговаривать об этом или куда-то посмотреть или куда-то сходить или куда-то я себя не могу контролировать так здесь приходится еще следующий следующий этап есть миш на перке вот в любом сидуре из перке вот рекомендую хорошая книжка там шестой главе 6 глава перке а вот раме что написано после кида бог дал скажи али завет написано что скажали были на слоте он никого были выцарапаны были на камне не были выцарапаны на хорус они были выцарапаны на камне и там игра слов потому что свобода и выцарапаны очень похожие слова на святом языке они хорус хирус и мишна говорит что на самом деле намек что знаете кто-то человек свободный эйлыха бен хойрин нет свободного человека только кто ручит мишна говорит что есть на нету на самом деле свободный человек бен хойрин настоящий настоящий ли берман и фридман который действительно свободны только ты учи то потому что должен следующих до потому что возможно ситуация когда человеку же даже хочет быть хорошим но ся не может контролировать человек который мишна говорит я которая действительно очень тор и тора его приучают служб он такие настоящий банковик он таки настоящий свободный человек он таки может делать то что хочет делать он не поддается там всех и все делать так конечно понятно что самая хорошая все же делала все так делал я буду белой ворон и я знаю что нехорошо ну понимаете и знаешь так же так уже судьба сложилась я уже так родился шо теперь можно же все чертила себя не контролирует он не свободный может его фамилия конечно Либерман, и он говорит, что не говорите мне, что делать. На самом деле он не свободный человек, я свободный человек. Человек, который учит Тору, например. Он такой настоящий свободный человек. Очень интересная история из первых рук. И не так давно рассказали. Моя жена была в синагоге на шаббе. И она встретила женщину. Там женщина приехала из Бруклина. Просто разговорились. И она рассказывает, а эта женщина, то есть у них хасидская семья, у них уже есть некоторые дети, которые уже замужем, женаты, младше, по-моему, 12 лет. То есть обычная семья, очень хорошая, интеллигентная. В чем папа такой с пейсами, с штраймом. Замечательная семья. И она рассказывает, что ты, наверное, знаешь, у меня дочка, одна из дочерей, проблематичная, надо сказать такое слово, с проблемами. Что значит проблема? Вместе с точки зрения религии, она, как у нас говорят, немножко отошла, немножко сошла с рельс. То есть она то, что... Мы не вдавали... Это не та тема, которую надо с родителями обсуждать. Что именно она делает, что она не делает. Но точка. Хорошая еврейская семья бывает. К сожалению, сейчас в встречающей части бывают ситуации, когда в семьях, в хороших семьях, дети не всегда идут. Не всегда едут на тех же рельсах, на которых родители должны были ехать. И она рассказывает про свою дочь. Что это дочь. На самом деле она говорит, смотри, вот у меня дочь, на самом деле я чувствую, что она хочет быть лучше. Она не хочет быть такой, как она есть. Она в какой-то момент ушла. Что-то там не получилось. Она ушла. И теперь, на самом деле, она хочет быть не такой, но она не контролирует себя. И я тебе расскажу историю, что вот эта женщина рассказывает моей жене. Что на прошлой неделе моя дочь мне звонит и говорит, мама, Ашем лавзми. Ашем меня любит. Ну, мы это знали, но просто что-то друг-то. Ашем меня любит. Она работала, это дочка, девушка работает в офисе, в медицинском офисе. Она там секретарь, как я понимаю, там секретарь в каком-то офисе. Ну, она одевается, как обычная девушка, которая не все соблюдает. И на днях пришел к ней к дизайн-офису и говорит, знаете, со следующей недели у нас в офисе тоже называется dress code. У нас форма одежды. То есть есть определенные правила, по которым все рабочие наши в офисе должны одеваться определенной каким-то формой. То есть не то, что это спецодежда, но есть какая-то форма одежды. Поэтому все в нашем офисе, неважно уборщица, не уборщица, евреи, не евреи. Если вы работаете в нашем офисе, вы должны покрывать, закрывать. Ну, локти были покрыты, там спереди, вы должны все хорошо. Так звонит эта дочка, маме ей говорит, что они меня любят. Я же на самом деле так и хотела. Я не могла себя заставить. Она уже привыкла одеваться, как нормальные люди. Ну, понимаете, жарко же на улице, понимаете, ну что, ходить как пингвины, как эти самые шерстяных, что это же невозможно. Посмотрите на них. Я хочу сходить как нормальные. А она все-таки, она все-таки с хорошей семьей. И она все-таки понимала. И она маме искренне сказала, что я на самом деле хотела вернуться и надеваться. Ну, я не могла себя заставить. А тут, понимаете, эта работа, ну, если уже босс сказал, я же не буду работу терять, правильно? Так она маме позвонила и говорит, смотри, как меня Ашем любит, Ашем мне помог. Ашем мне помог делать то, что мне надо делать, понимаете? Слава богу, что это умная девушка, которая поняла, что произошло. Что происходит? Другие бы сказали, вот меня заставляют, порабощение, вот это ненормально. Она дошла уровень, она понимает, что хорошо. Она чувствует, что хорошо. Но она не могла себя заставить. И бог помог действительно. Так эта разница, это уже следующий уровень. Это разница между действительно полностью свободным человеком и человеком, который думает, что он свободен. То есть человек, да, мы вышли, то есть на самом деле мы не фридманы. Фридманы просто делают, что хочет. Мы вышли free. Мы никогда не были привлечены, все, делать что хочешь, когда хочешь. Не то же. Либерман, liberty, значит, мы были рабами. Нас освободили. И теперь нас направили, не просто нас выпустили, иди гуляй куда хочешь. Но Всевышний нас вывел из рабства и перевел в другое измерение, где мы хотим, нам разрешили делать, что мы хотим, да. Нас освободили. Причем просто так освободили. Есть такая страна в Африке, называется Либерия. Маленькая страна. Она находится в Центральной Африке. Вы на ней мало что слышали, наверное. Так Либерия, почему называется Либерия? Это одна из первых африканских стран, которая стала свободной. Там на каком-то, я в каком году это был, я видел карту. Африкан, четыре страны только свободные. Там была Египет, Южная Африка. Вот это Либерия, если я не ошибаюсь, Марокко. Все остальное было, там, французские колонии, португальская колония, там, все там зашел. А вот была вот эта Либерия, первая страна, которая освободилась, Либерия, освободилась. И где они сейчас? Потому что они, да, они освободились. И что-то о них, вы не слышите. Да, что дальше? То есть вас вывели, да, вас освободили. Да, вас освободили. Бывает такое, бывает, знаете, из зоопарка, да, извиняюсь, что я сравниваю евреев с животными из зоопарка. Если взять животное, которое выросло в зоопарке, все, да, просто выпустить его на свободу, оно не сможет существовать, правильно? Так евреев выпустили, не просто сказали, что теперь, фрейм, это освободный, освободный, где-то, что хотите. Хотите там спрыгать, убиваться, делайте, что хотите, пожалуй. Это не то, что Всевышний, это не то, что он хотел. Всевышний нас освободил, освободил, но он нас направил. Он нам дал Тору. Теперь что теперь нам делать? Так теперь, очень интересно, мы сейчас находимся между Песахом и Шавотом. Песах называется Хайрусейну. Зман Хайрусейну. Время. Хайрут это освобождение. Шавот это Зман, когда нам дали Тору. Зман матен Торисейн. Как это то, что произошло? В Песах, месяц назад, Всевышний открыл эти ворота египетские. Из Египта, за всю историю Египта, ни один раб оттуда не сбежал. Так, в Песах это была свобода, нас освободили. Но нас сразу повели. Просто нас освободили, иди гуляй, где хочешь. Вот эти 50 дней между Песахом и Шавотом, мы на прошлом уроке обсуждали, с Фиросаоми, мы каждый день считаем, мы поднимаемся. Нас из свободы повели сразу из Ман Матен Торисейн к Шавоту. Чтобы дать нам возможность, во-первых, нам дать возможность знать, что надо делать. Куда лететь? Что хорошо для нас? Что плохо? Как жить? Законно между человеком и человеком. Сколько есть запрет не воровать, не в плохое не говорить, не мстить. Если люди живут по этим законам, жизнь лучше. Просто жизнь лучше. В этом мире, мы не говорим про великие там, в том мире, ангелы, это все в этом мире. Человек, который живет по законам Тору, который нормальные отношения с семьей, с соседями, он в этом мире лучше живет. И другие все мицы. Им дали, во-первых, правила, как надо жить. И то, что Мишна говорит, перкиавод, им дали возможность теперь это соблюдать. Они не рабы своего тела, они не рабы своих желаний. Что? Я хочу кушать, я должен кушать, я не могу себя контролировать. Им дали вот этот взматок от Песоха до Шавота. Это то время, которое мы теперь должны работать, учиться. Как теперь все соблюдать? Выйти вот этот выход из Египта, от матана, взма Хересейну, и мы идем с матан Торисейну, когда нам дают, нам дают теперь действительно Тору. То есть, мы тебе, да, еще раз, мы какие-то свободные люди. То есть, одно, я хочу закончить, с одной стороны, мы да, свободные люди, мы свободные, с другой стороны, в идеале, самый идеал, это быть Эвэйда Шэм полностью слушать то, что Шэм. Потому что, значит, я тогда знаю, что я делаю самое хорошее. Если взять, опять, взять даже человек, который искренне читает читать религиозные, я соблюдаю все, все соблюдаю. Я ультра-эртодокс. Сказать, ну слушай, если прийти к мужчине и сказать, если бы тебе предложили превратиться в Рабхаем Каневского, готовы или нет? Бесплатно. Если женщина превратится в Рабхаем Каневский, они уже покойные, на долгий год. Женщина, приходи к женщине и скажи, ты хочешь, что ли Рабхаем Каневский? Тебе я хочу объяснить. Рабхаем Каневский, он кушал не так-то много. Жилплощадь у него была скромненькая. Мебель была нехти. Если машина у него была какой марки? Никакой, да? Все делали это самое. Но, если по уровню, как он был Эвэйда Шэм, он был значительный, он был еще Эвэйда Шэм. Он почти, он не был, наверное, он не дошел до уровня Мэй Шэробейна, но почти. Значит, почти каждую секунду он делает то, что от него хочет Эвэйда Шэм. Это значит, что он максимально делает то, что для него лучше, если это то, что хочет Эвэйда Шэм. Для него лучше всего. Если для него лучше всего, так, значит, почему человек не сразу скажет, да, конечно, я хочу, конечно, Прохан�и Саданову? Потому что мы немножко, мы ничего не свободны. Человек, который действительно полностью свободный и не чувствует, я должен он так и конечно скажет да конечно я в этом мире я пришел в этот мир чтобы быть эвэд ашем чтобы для меня самое хорошее было если ашем сказал что для меня это лучше чем это конечно надо это делать если сам ашем говорит что это лучше какое почему все не нет не сразу мы не почему есть сколько знакомых и сколько людей которые мы бы хотели мы они немножко себя не контролируют уже в идеале если человек подумает вздумает если и рамка несколько для вас это слишком уж я что загнул да возьмите раввина своей синагоги если у вас есть синагога если вас нет другого человек который выше вас и вы искренне знаете что он он живет более правильно чем я живу и подумайте почему я не почему я не он почему я знаю реально вот есть человек я знаю он живет более правильно чем я честно сказать я ему это говорить не буду но я-то знаю а почему кто меня останавливает кто мне не дает жить как он то мне не дает молиться если я не молюсь что мне не дается для кашу здесь они собирают я немножко не если они контролируют поэтому тору чем больше человеку 4 чем больше человек пытается тема становится действительно настоящий либерман фридман свободный человек и тогда он становится эвэдэшэм да он становится он полностью соблюдается что от него эвэдэшэм хочет это в идеале мой шарабейн мой шарабейн это наш идеал он таки был эвэдэшэм теперь немножко практически давайте я в нашей же недельной главе просто практически это происходит очень интересно в нашей недельной главе написано когда был 50-й год написано что надо протрубить шафар перейдем кипуру 50-го года трубили в шафар причем просто которую у нас немки будут любят шафар просто один раз продать шафар все знают что им кипур закончился в яйвэл 50-й год трубили там именно как даже шона такие отрува шварим какой смысл этого трубления хину хину говорит два объяснения одно объяснение что в этот год освобождали всех рабов если у вас были какие-то рабы всех надо было собрать это очень тяжело ветка мы этого не знаем у нас рабов нет если говорить о физических нормальных рабах если у вас есть еврейские рабы на блог савы и садись и люди которые там есть помощница азерит клининг и и я все на всех освободить тяжело так теперь всевышний специально дает эту миссу когда все это делают это легче трубят шафар 3 4 все мы вместе давайте противимся помощи всех освобождать она легче одной стороны когда все делают плохо люди иногда тенденция делать со всеми плохо здесь стороны помогать иногда когда ты себя не контролирует тебе тяжело сделать ты знаешь и так надо сделать но тяжело себя заставить когда ты с другими это делаешь это помогает здесь если у кого-то опять-таки кто-то послушал эту лекцию прослушал я еще хотел бы исправиться на такие самые скажи тяжело так один из хороших умных советов если вы в среде и другие люди тоже делают что-то хорошее не среди где люди тоже хотят уже вас будет целый клуб люди которые хотели не надо такую среду где такие люди действительно растут ходят продвигаются слушают уроки так вам тоже будет лечить вместе со всеми со всеми прийти на урок при всеми прийти на молитву тяжело им тоже тяжело вот смотрите вот они делают в этой среде наш первый урок нам тора говорит что надо это делать второе объяснение тоже очень интересное объяснение почему человеку действительно тяжело отпустить дроба слушать деньги у меня там плантации у меня то есть у меня всех отпущу трудача фон точно так же как прошу шану трудача фон шашан это судный день прошу шон и бог нам говорит сколько у тебя будет денег сколько все будет я напоминаю уже переживаешь это что тебя зависит от бога все зависит если бог скажу так надо делать это дело а бог поможет шмита весь год шмиты вся тендельная глава точно бог говорит если переживать будет не переживать я вам 6 годом войной урожай из тобой 6 50 год рядышком я на три года дам урожай всевышний хочет показать людям и в израиле и происходило и теоретически это такие так оно и было реально даже в наше время очень много историй опубликованы когда действительно и фермеры которые соблюдают шмиты у них они видели это благословение так одно на трубят шафар как в рот шашону и гони я тяжело я понимаете тяжело бог говорит но вспомни про рот шашон вспомни про судный день все от бога если ты правило такой если ты будешь вместе с богом и бог будет вместе с с тобой то есть два вето реальных с вами два реальных советов во первых если делаешь миссис со всеми тебе то легче ты просто думаешь если ты делаешь правильно я ты знаешь делаешь прав знаешь ты поступаешь правильно если был должен тебе помочь тоже тоже какая-то девушки этой девушке он помог нашей истории она хотела на просто не могла боги и помог человек если действительно хочет и пытается и не теоретически конечно хотелось бы деньги тоже хочется зарабатывать искренне хочет богу поможет поэтому еще раз двух словах наш то что мы всю эту недельную главу обсудили почему же с одной стороны мы написано что мы и ведь мы обводим мы до обводим мы рабы всевышнего это подчеркивается мощь об этом гордился с другой стороны мы говорим что мы свободные люди бог нас освободил то что получается человек свободный человек когда он может делать то что он хочет его им его никто не контролирует его даже его личное тело не контролирует он если он хочет что-то делать он делают и надо просто поверить и согласиться что всевышний знает лучше нас что нам хорошо я привел пример когда самолет вы хотите знать вы летите вверх или вниз так всевышним вам это дело во что хорошо и тогда человек настоящий свободный человек это не тот человек который если хочет он делает все что он хочет а ну если он хочет что-то плохое это добру не приведет но он знает что хорошо и он хочет это хорошее дело и он все контролирует это это дело такая называется это самый максимальный тот человек может достичь действительно чтобы быть эвэд эвэда шэм что мы действительно достойно опять-таки брамов говорит что мы можем достигнуть то есть у каждого человека пока мы живы значит мы еще не достигли человек уже все закончилось что сделать у всех если вы очень религиозно если не очень религиозно вы хотите вы надеетесь вы пытаетесь каждому надо во первых понять куда мы летим собраться силами и постараться этим работать на это нам до нас жизнь что мы действительно что мы все удостоились чтобы написано что все вышли хочет нам помочь вышли нам за ручку как маленького ребенка который учат ходить все вышли на просто надо показать свое желание дай бог что действительно когда все евреи действительно начнут делать то что мы должны делать все вышли исполнится свои обещания промышляха возвращения в землю субы обетованную да бог что мы действительно дожили у мэгэй рэбэй мэй на омэй всего хорошего